Виталий Васильевич Караваев Жизнь и труды Мне давно хотелось Описать Рассказать Историю тех людей Которые В оздоровлении В науке оздоровления Продвинулись Успешно продвинулись Очень далеко И как раз Я начал Шаталовой Галины Сериены И вот следующая легендарная Личность это Виталий Васильевич Караваев Очень-очень интересно Поучительно и главное что можно Все это брать И в настоящий момент Для себя Вот его девиз Лишь тот достоин жизни и здоровья Кто каждый день идет за них на бой То есть здоровье это не просто Вот как бы сказать Такая вещь вам далась Как правило где-то Годам к сорока А то и раньше Она уже заканчивается Жизненный потенциал Что можно До сорока лет Вот вообще не следить Что там с вашим здоровьем будет Как она там прет и прет А потом начинаются проблемы И вот если человек хочет здорово и плодотворно жить То он уже должен за своим здоровьем следить Итак Жизнь и описание Мне хотелось сказать о Караваеве и его системе оздоровления Что это был за человек Какой вклад внес в науку самоздоровления И в чем особенность его представления о здоровье человека А заодно почерпнуть И применить знания Виталия Васильевича к самому себе Это назревало давно Я собрал материал и решился Виталий Караваев родился в 1913 году в городе Риги Его отец умер рано И Виталию Васильевичу с ранних лет пришлось много работать Надо было кормить семью Которая привыкла жить в достатке Интерес к медицине возник у него в 13 лет Когда он забылил тяжелой формой Туберкулеза легких Столь распространенного в то время Болезнь оказалась не просто тяжелой А смертельной Об этом он узнал от старичка-врача Который пришел в их дом посмотреть больного мальчика Произошло это в солнечно-весенний день Осмотр длился долго Потом врач в сопровождении мамы Удалился в другую комнату Караваеву, как любому мальчишку в это время Было интересно узнать Почему его срочно уложили в постель И вызвали врача Он потихоньку прошел по коридору И, прильнув ухом к затворенной двери Стал слушать Слова доктора его поразили Он говорил о каком-то Кавернозном туберкулезе легких Который не лечится По словам доктора Ему жить осталось всего несколько дней Недели две-три И только теперь он понял Что это за сухой кашель у него И почему появилась кровь На следующее утро Он встал рано И пошел из дома Куда глаза глядят и несут ноги Неожиданно он оказался на пасеке И рассказал деду пасечнику о своем горе Пасечник оказался необычным человеком Он сразу же утешил мальчика Сказал ему Что тот проживет нормальную жизнь А пока он его полечит травами Караваев ходил на пасеку Помогал старичку Чемух А тот поил его травяными отварами И заодно Подробно рассказывал Какая травинка помогает От той или иной хвори Вместе с дедом В сосновом бару Они собирали живицу Делали надрезы на стволах сосен И ставили картонные стаканчики За несколько дней Натекала смолистая живица Из нее дед выпаривал Живичный скипидар Затем скипидар нагревали И Караваев дышал над его парами Подобная ингаляция длилась два часа После нее вновь шли в сосновый гор Где дед учил Виталия петь Оказывается, это необходимо было Чтобы легкие разработать Во время пения пасечник учил его Чувствовать мелодию Мол, одного громкого голоса мало Нужна мелодия, от которой и уходит болезнь Так вместе они перепели массу песен Разрабатывая легкие И юный Караваев научился держать мелодию А заодно полюбил пение На всю оставшуюся жизнь Такое необычное лечение дало свои результаты Болезнь отступила, что было равносильно чуду Ведь кавернозный, двухсторонний, туберкулез легких Каким болел Караваев Не лечится врачами даже в настоящее время И вот этот жизненный эпизод Предопределил всю дальнейшую судьбу Виталия Васильевича Караваева Появилось особое ощущение Что он не такой, как все Он верит, что чудесное исцеление Это второе рождение Данное ему проведением Для какого-то большого и важного дела Этот успех послужил толчком к изучению возможностей человеческого организма И исцелению его природными силами Он факультативно посещает университет Факультет биологии За три года экстерном Сдает экзамены Врачебное образование получает В железнодорожном училище Довоенная Рига была одним из духовных центров Европы Там мирно существовали Самые различные философские Религиозные и эзотерические учения и организации Например Русское студенческое христианское движение Общество верихов И общество рижских йогов Караваева принимал активное участие во всех И по мере изучения Интерес перерос в страсть к знаниям Стал смыслом жизни И это желание помогло ему самому Выжить в сложнейших условиях Которое ему предопределилась судьба Разразилась Великая Отечественная война Немцы быстро подходили к Рии Караваева в общей неразберихе И нехватке кадров Назначили ответственным По эвакуации крупного завода Выполнить это задание Оказалось невозможным Немецкие моторизованные части Быстро заняли Ригу А вот когда Красная Армия Освободила Прибалтику Караваева арестовали Следователь НКВД требовал от него признательных показаний В саботаже предказа по эвакуации и сдаче завода немцев Все доводы Виталия Васильевича оказались бессильны Его держали в камере и ждали Когда сломается Кормили плохо Чтобы заключенные были позговорчивы Времени было много И чтобы зря его не терять Караваев многочасовыми занятиями Йогой компенсировал плохое питание В октябре 1944 года Военный трибунал приговорил Караваева К 10 годам исправительно-трудовых лагерей В ГУЛАГе он провел 12 лет 10 в лагерях И 2 на поселениях Но и в этих условиях он продолжал заниматься Своей системой Нарабатывая практику Так пересильная тюрьма в Красноярске Преподнесла ему испытание холодом Его продержали на морозе 5 часов В ожидании полуторки с конвоирами А он был одет в арестантскую робу Выданную еще в Риге Мороз был не страшен Караваев с юности имел хорошую закалку Но дул сильный ветер От которого многие пострадали Так 2 человека из этой партии заключенных Умерли через несколько дней А еще 5 через неделю Сам Караваев заболел воспалением легких Поднялась температура под 40 И вот он как выходил из этой сложной ситуации Во-первых, не показывал вида, что болен Ему дали наряд на кухне Там он чистил мороженое качаной капусты От верхних почерневших листьев И эти листья приберег Потом прибавил к ним картофельной очистки И замороженную ботву редиса Хорошенько все это сырье залил кипятком И варил минут 5 Укутал в телогрейку И настаивал до утра Получился концентрированный отвар Который он назвал Шкурно-листовой В него он добавил машинного масла И немного бензина Все перелил в бутылку И вот этой смесью Караваев постоянно натирал себе Грудь и спину Так от подручных средств Шкурно-листового отвара Караваев делал смесь Для ингаляции Каждую ночь Перед тем, как заснуть Он дышал этой смесью Накрывшись армейским одеялом В течение первых двух дней Исчезла температура А еще через неделю болезнь прошла полностью В лагере Караваева, как человека, разбирающегося в химии Назначили начальником отдела технического контроля Радиоактивных ископаемых В небольшой комнатке работали человек восемь Которые разбивали молотками образцы руды Задача Караваева составила в том Чтобы измерять содержимое образцов Радиоактивных элементов дозиметром И там, где уровень повышен Образцы с указанием даты и места выработки Откладывались отдельно Естественно, в этой комнатушке Пыль стояла столбом Все кололи образцы молотками А пыль-то была радиоактивная Люди на этой работе держались несколько месяцев Появлялась лучевая болезнь И начальники-измеряльщики Также регулярно сменялись Это же ждало и Караваева Смерть от лучевой болезни Для того, чтобы вывести радиоактивную пыль из легких Он по ночам, закрывшись головой одеялом Делал ингаляции Состав для них изготовил сам Из местных трав Слил пузырек А перед сном, накрывшись одеялом Около двух часов дышал его парами Дышал интенсивно Заканчивал тогда, когда Гортоне Подкатывался комок слизи С радиоактивными частицами Попавшие в легкие И только выплюнув слизь Караваев засыпал Так продолжалось лежит Невно в течение полутора лет Какая самодисциплина За это время Сменилось не одно поколение зэков Дробящих радиоактивные образцы А вот их начальник продолжал жить Естественно, это заинтересовал Начальника лагеря Который болел астмой Состоялся разговор Если Караваев поможет Его переведут на другую работу Больному астмой начальнику Рекомендовали дышать растертыми В мелкий порошок мелом Каждое утро минут по двадцать Караваев предупредил, что будет кашель Неприятно Но это поможет И помогло Караваева перевели С ответственного участка На общие работы Караваев вспоминает Что к ним в лагерь Пришли два вагона С мороженными апельсинами Заключенные ели их вместе с кожурой Это придало им сил Караваев нашел объяснение Мол, апельсины на мороженое Теряют кислоту Поэтому становятся сладкими на вкус При этом полезные вещества Переходят из кожуры в мякоть И они становятся целебными Ими можно лечиться Значит это можно применять и сейчас Нам с вами В дальнейшем Караваев специально ставил апельсины в морозилку А после разморозки угощал А апельсины были сладкими и целебными В лагерной обстановке с его суровым бытом Эмоциональной болью Страхом смерти Обидой и постоянным чувством голода Караваев понял Как важно сохранять душевное равновесие Именно здесь он понял И выработал свою систему Психической устойчивости Закалки и тонировки Именно она позволила ему Выдержать суровейшие испытания В которые другие люди верли словно мухи Впоследствии Караваев назовет умение Управлять своими мыслями, чувствами и ощущениями Псих-культурой В стране произошли перемены Умер Сталин Дела пересмотрели Многих отпустили Сняв судимость Оправдали Караваева Ему предстояло возвращаться домой В арестантской робе Без шапки В сорокаградусный мороз При сильном северном ветре До станции 15 километров Можно легко замерзнуть Караваев снял робу И окунул ее в воду И надел на себя мокрой Роба мгновенно замерзла И стала подобна ледяному панциру Не пропускающему внутрь холодный воздух Телу стало тепло И то же самое он проделал с волосами Окунул голову в воду Через минуту Застывшая мокрая корка льда Словно шапка-ушанка Защищала голову От холодного ветра Преодолев в таком виде 15 километров Караваев благополучно Добрался до станции В 1956 году Он возвращается в Ригу За время своего отсутствия Он остался один Его попросту забыли Жена нашла другого А дочь не помнила отца Он оказался лишним Пришлось устроиться На электроламповый завод рабочим А в свободное время Работать на теории гомеостаза Своей оздоровительной системы В конце концов Опыт его 30-летней работы Был сформирован в встроенную Оздоровительную систему Эту систему Виталий Васильевич назвал Теорией гомеостаза И профилактики Она была основана На цельном И системном подходе К организму человека Караваев считал Что в основе поддержания Крепкого здоровья человека Лежит профилактика А не лечение Бесчисленных заболеваний А в основе профилактики Лежит правильная Регулировка состояния организма Виталий Васильевич Пришел к выводу Что жизнедеятельность И здоровье организма человека Зависят от нормального Протекания в организме Трех процессов Обмена веществ Энергии И психической информации Если происходит отклонение Или нарушение этих обменов Возникает недомогание А потом и болезнь И так После возвращения в Ригу Он начинает лечить страдальцев И учить Желающих познать его систему Жизнь нормализуется Свои чудо препараты Караваев Раздает и лечит бесплатно Денег он не брал Принципиально Караваев считал Что разработанная им Система оздоровления И совершенства человека Должна стать Национальным достоянием Он пишет письмо Хрущеву А в ответ тишина И все это Приходят новые целители Новые самородки Новые гении И все это повторяется Как и было Тишина В лучшем случае В 1968 Караваев Прибирается в Москву Здесь у него появляется Новая семья Он проводит 7 плодотворных лет Успешно лечит Ведет свою школу В Московском университете Его учение О гемиостазе И профилактике В лечении И поддержании здоровья Признается Учеными Врачами Его философские Рассуждения С удовольствием Слушают интеллектуалы Начинают признавать Как выдающуюся Личность современности Он лечит Высокопоставленных Особ в Союзе Готовится К выезду В Болгарию Для этой же цели Все усиляло надежды Что еще немного И современная медицина Полностью примет Его взгляды И изменится Но не тут-то было В 1976 году Караваева Помещает Психиатрическую больницу Имени Кашенко То есть попросту Запирает Сумасшедший дом Советской власти Не нужны были люди Критиковавшие Недостатки Советского строя И в частности Здравоохранения И тот, кто критиковал Этот строй Считался Сумасшедшим А раз так То и место ему Отводилось Соответствующее Советский суд Присадил Караваева Статью Незаконное лечение Вместо тюрьмы Его посадили В психушку Сначала была Кашенко А потом отделение Для особо Опасного Контингента В этом заведении Кололись Сыпали горстями В рот Таблетки Делали все Чтобы побыстрее Уничтожить И надо сказать Это им почти Удалось За полтора года Пролечили так Что Караваев Когда его выписали Сам идти не мог Его вынесли На носилках Применив свою методику Восстановления И препараты Через три дня Караваев Был уже на ногах Как он вспоминает Это была Систематическая работа Над собой В течение трех дней И трех ночей Когда Караваев Через три дня Пришел за выпиской Лавраль психбольницы Не мог поверить Что перед ним Тот самый человек Которого выписали Умирать Освобождению Караваева Содействовали его ученики А также Николай Александрович Тихонов Член ЦК Оказывается Караваев Когда-то Вылечил Племянницу Тихонова От красной волчанки Жизнь снова Стала налаживаться Но советскому строю Такой человек Был опасен Бывшие его пациенты Знающие люди Предупреждали Что готовится Покушение Например Полковник контрразведки Чья дочь Была вылечена От туберкулеза Предупреждал Ее об этом На одном из приемов В честь Известного Французского доктора Пригласили Караваева Это было на одной Из элитных Московских квартир Подали угощение Чтобы не обидеть хозяев Караваев Его съел И отравился У него случился Обширный инсульт Это произошло В канун Московской олимпиады Однако Караваев Выжил Около пяти лет Он преодолевал Последствия Отравления Инсульта И во многом Преуспел Последние годы жизни Виталий Васильевич Активно Экспериментировал Со своим организмом Он пробовал на себе Различные методики Исцеления Увеличивал Дозировку препарата Готовил Новую рецептуру Помогали ему В этом деле Жена И немногие Преданные друзья И верные ученики Свою смесь Он предсказал сам Вы будете смеяться Когда я умру Так и вышло Он умер Первого апреля В день смеха Это было в Москве В 1984 году Осмысление Прочитанного Читаю Любой материал Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов ПРО Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok